Итак, велосипед Айз, что с ним не так? Первое, вот здесь вот стоит подшипник, вот здесь стоит подшипник, который соединяет вилку и руль, и он вот здесь вот болтается вот так вот. То есть нужно вот это место разобрать, помыть всё и новую смазку туда внести. Дальше то же самое, смотрите, переднее колесо, вот это что такое, это неправильно закреплено, и само колесо, если вот так вот болтать, оно вот здесь болтается. То есть нужно оттуда убрать всю старую грязную смазку, нанести новую смазку, поставить новые хорошие подшипники. Дальше тормозные колодки. Вот они вот так вот выглядят, сточены полностью наперекосяк. Нужно поменять тормозные колодки, поставить новые колодки тормозные. Соответственно, все рубашки и тросики, которые вот здесь вот висят, вот этого так быть не должно. Все должно быть закреплено очень хорошо. Дальше. Звездочка у нас сзади стоит новая, цепь стоит хорошая. А передние звезды, вот тут зубчик даже сломан. Вот эту всю систему звездочек надо полностью поменять на новые, чтобы это не болталось. То же самое вот здесь вот внутри стоят подшипники. Они вот так вот болтаются. Тоже это все нужно будет поменять. Сзади втулка тоже, если я возьму так за колесо, начну его вот так трясти, оно тоже будет болтаться, потому что здесь внутри разбиты подшипники. Нужно разобрать заднюю втулку, помыть ее, всю грязь оттуда вычистить, поменять подшипники внутри. После того, как это все мы сделаем, мы настроим, соответственно, тормоза, поменяем колодки на переднем колесе и на заднем колесе. Настроим задний переключатель. А вот передним переключателю плохо. Он вот здесь вот весь уже кривой. Вот цепь билась по вот этой рамке и полностью ее проточила. Надеюсь, видно это на видео. То есть передний переключатель надо тоже поменять на новый, чтобы он работал. И после этого вот надо будет закрепить крыло. То есть вот сюда металлический уголок поставить, сюда новую дужку, чтобы все это вот было закреплено нормально. То есть работа здесь на целый день по максимуму. Итак, мы разобрали переднюю втулку. И как вы видите, там внутри имеется износ чашек. Соответственно, этой втулке жить примерно 1-2 года. И после этого втулку надо будет менять. Посмотрите, какой износ. Достаточно большой. Вот эта вот дорожка накатана и появилась ржавчина. Сейчас мы все это помоем хорошо и поменяем. Конуса старые с очень большой выработкой. Смотрите, как им плохо. То есть вот эти вот конуса уже выработаны. Вот дефекты пошли, трещины и так далее. Сейчас мы поменяем, соответственно, новые конуса и новые подшипники. Потому что шарики тоже уже не круглые, а шарики уже вот в таком же убитом состоянии. То есть это замена конусов на передней втулке. Так, теперь мы разобрали заднее колесо, помыли втулочку изнутри и обнаружили некоторую проблему. Сейчас я свет включу. Смотрите. Видите вот эти вот такие царапины в нижней части втулки? Вот сейчас хорошо, наверное, видно. Это пошли трещины по втулке, потому что втулка была перетянута. Некачественно, видимо, обслужена. Пошел износ. И все, хана втулки надо менять. Итак, мы говорили о том, что у нас рулевая, то есть подшипники, которые соединяют вилку и руль, болтаются. Вот мы открыли крышку рулевой. Посмотрите, сколько у нас здесь грязи внутри. Видите, да? Соответственно, если у нас грязь уже вот здесь, то и подшипники у нас тоже полностью все ржавенькие. Давайте снимаем и смотрим состояние, что у нас там происходит внутри. Вот у нас вилка. Видите, ржавчина пошла. Вот. Даже интересно стало. Да, сейчас посмотрим. Опа, пыльничек верхний. И подшипники абсолютно без смазки. То есть смазка отсутствует напрочь. Соответственно, не зря мы сюда полезли. Сейчас мы все это помоем, почистим или вообще рулевую поменяем на новую. Вот, смотри. И вот нижний подшипник тоже. Как вы видите, смазка отсутствует полностью. Зато большое количество грязи у нас снизу. И конус изношен. Да, наверное, рулевая пойдет под замену. Заканчивается история с ремонтом велосипеда Аист. Аист Зебра. Производство Белоруссия. Итак, мы здесь перебрали рулевую колонку, потому что все болталось, все люфтило. Мы здесь перебрали переднюю втулку, потому что тоже все болталось, все люфтило. Поменяли в ней вообще все. И конуса, и подшипники, все внутренности. Даже поменяли эксцентрик, поставили другой. Заднюю втулку, к сожалению, восстановить не удалось, поэтому поставили новую втулку на промподшипниках. Она будет более надежная, плюс она под гайку. То есть, скорее всего, она прослужит более длительное время и не сломается. Дальше. У нас здесь почему-то была новая цепь и новая задняя звездочка, но при этом шатуны были полностью убиты. То есть, видимо, в другой мастерской посчитали, что так можно сделать. Мы, соответственно, поменяли здесь шатуны, а каретку пока не меняли. И каретка в нормальном состоянии полностью живая. Поправили петушок, который крепит задний переключатель. Поставили новый задний переключатель, а также поменяли практически все рубашки и тросики, которые у нас идут к переднему и заднему переключателям. Мы настроили тормоза, поменяли, я так понимаю, частично колодки, или все колодки. Все колодки мы здесь поменяли, потому что все было полностью стертое. Далее, вот так вот мы восстановили крыло, потому что родное крепление было полностью уничтожено. И, соответственно, сейчас вот немножко это выглядит, может быть, странно. Но это единственный способ был закрепиться, потому что только такую дужку мы смогли найти в магазине. Но она зато намного-намного толще, чем те дужки, которые были до этого, и она без пластмассовых крепежей. В принципе, и все. Ну, соответственно, переспецовка заднего колеса у нас получилась, бортировка покрышки. Сумма получилась около 6 тысяч вместе со втулкой на промподшипников, вместе с новыми шатунами, вместе с новым переключателем, с новыми колодками. И все-все-все-все-все работы. По времени, в принципе, это вышло недолго, но пока мы все это согласовывали с клиентом, пока все этому показывали, пока он об этом, обо всем думал, время ушло много. Значит, что здесь дальше надо делать? Ну, вилка, видите, вилка вся ржавая, никогда не обслуживалась, видимо. К сожалению, наверное, ее придется менять. То есть, если клиент захочет, чтобы вилка работала, надо будет менять вилку. Далее, ручки на руле. Ручки уже повреждены, ручки уже липкие. Я бы, конечно, поменял бы на что-то более-менее новое. Дальше седло. Седло уже, вот здесь вот оно подрано, сверху надета накладка, накладка тоже, соответственно, рвется. Наверное, надо бы поменять седло. То есть, видите, процесс бесконечный по ремонту. Педалька вот та левая живая, правая уже немножко разбитая, тоже надо менять. То есть, если вы катаетесь много, если вы катаетесь часто, если велосипед падает, если подножки на велосипеде нет, то есть вы его кладете на землю, то вы постепенно, соответственно, какие-то запчасти меняете, типа педалей, ручек, потому что это все царапается о землю. Почему крыло гнется? Потому что, опять же, нету подножки, велосипед просто ложится на землю, душка подгибается, также ломается задний переключатель. То есть, нужно или ставить подножку, чтобы он стоял аккуратно, или очень аккуратно его класть на землю, или почему-то какому-то дереву приставлять, чтобы не ломалось ничего. Сейчас велосипед полностью в рабочем состоянии, задняя втулка, можно сказать, вечная, если ее в воду не топить, если на этом велосипеде не прыгать, потому что велосипед прогулочного типа, то задняя втулка будет служить очень долго. Переднюю втулку перебрали, соответственно, ну, один-два года она поедет, через пару лет-то точно надо в любом случае прийти и посмотреть, в каком она состоянии. Вот передняя крылышка тоже, видите, да, сломанная, осталось только кусочек. То есть, есть куда велосипед модернизировать, но в целом, вот сейчас он полностью готов и может ехать в любое путешествие.